Добрый день, как вас зовут? Наталья. Наталья, расскажите, как вообще обстановка в поселке? Вот у вас буквально сегодня утром обстреляна автоматология, рядом с которой вы работаете. Вчера утром. Вчера утром? Вчера утром было, да. Без 26. Как вообще в целом в поселке? Стреляют, не стреляют? Как часто? Стреляют очень часто, постоянно. И утром, и ночью, и днем, и в обед, и когда хотите. Откуда ведется огонь и из чего? С Красногорки, с БМП в основном. От чего СХ нам стоит? Украина. От чего СХ? Красногорки, Украина. И президент Украины Зеленский заявил, что он не обстреливает мирных жителей. Ну, как же ж не обстреливает, если обстреливает. Скажите, пожалуйста, а ОБСЕ приезжает сюда фиксировать эти обстрелы? Или они только вот на Амакумово? Не видела. Спасибо большое. Не видела, если честно. Ну, обстановка, как говорится, обстреливает нас постоянно. Но сегодня пока затишье. А так, вот я живу на улице, получается. Ну, вот рядышком, где церковь находится. Ну, сейчас, напоминаете, это 14-й год. Дома, шейфер. Вот тоже два прилета, Ёлка. Хоть я рядом с Советского, но там уже был труп. Там теща жила. Теща живая, 90 лет осталась, а зятя убила, Ёлка, в правую сторону. Как часто стреляют? Ну, как часто? Ну, утром, это у них как утреннюю отбивают в 5 часов. И вечером, в основном, минут так, то 15 минут, 12, то 23. Такое, видать, когда ОБСЕ уже уезжает, чтобы не было никаких этих... Ну, и бьют, в основном, мы уже, как говорится, здесь с 14-го года. Бьют, в основном, в направлении Красногоровки. Ну, и мы так маленько, если вы видите, мы местные, Сталинская дорога. Это нас так в народе ее называют. Скажите, пожалуйста, а ОБСЕ приезжает фиксировать данные обстрелы? Или они только вот на Авакумово, как стоят на рынке, так и все? Ну, я на своей улице, я дважды видел, были, вызывали. Ну, да, дальше я не могу сказать, потому что это... Ну, дважды за какое время? Ой, это, наверное, год еще 15-й я видел. А так, на Конечном, мы вот здесь их постоянно видим, вот, ну, возле блокпоста вот этого и все. Ну, вот на рынке, получается, они стоят, а дальше в поселок, но обстрелы-то находятся не на рынке, обстрелы-то происходят. Ну, там я не встречал, но раньше заезжали, но я тоже живу недалеко от рынка вниз, вот, тогда было... Ну, это в 15-м году? Да, в 15-м, вот, это, как бы не солгать ему с 16-м. А сейчас я так, на улицах, я их не видел, вот, наверное, говорят. Спасибо. Скажите, пожалуйста, какой зовут Михаил Михайлович Михаил. Президент Украины Зеленский заявил, что их войска не обстреливают мирных. Что вы думаете по этому поводу? Ну, понимаете, им надо информацию выдавать, что мы провоцируем. А, как говорится, надо же что-то всемирному сообществу рассказывать, что, ну, они же нас считают сепаратистами. Хотя вот мы все вместные паспорта и документы ДНРовские. Но это, мне кажется, просто ему надо показать, что, ну, оправдать себя, почему идут обстрелы в настоящее время. Что, типа, они обороняются. Ну, и как вы думаете, возможно ли дальнейшее выполнение Минских соглашений? Нет. Я думаю, это бесполезно. Ну, если так открыто от себя говорят, когда ребята их поберли с членом совета, надо было гнать их до самого... Ну, политика есть политика. Как говорится, где-то что-то. Не все же нам дано понимать. Как говорится, это же тоже политика большая игра. Так что, с этим я согласен. Ну, в Минске договоренности нет. Здесь только или силовым путем принуждения к миру, а так не получится. Где мы сейчас находимся? Вы находитесь в поселке Старой Михайлов. Ну, это наше кладбище. Ну, напротив, что это школа. Ну, как сегодня у нас коронавирус. Люди соблюдают. И, видите, народу не очень много. Разрываем дистанцию. Вот сейчас приехал попозже. Поставил, что положено, и удаляюсь. А скажите, вообще, вот за 6 лет часто обстреливают напоминальное воскресенье? Именно поселок? Напоминальное... Ну, как сказать... В том году мы были... Оно было, но где-то поодаль. Это или... Так мы уже ориентировались. Или Трудовские, или Александровка. Ложилось еще так, ну, как в народе ведется. Говорит, ну, хоть бы здесь Бога напомнился. Так что... Такое, что... Но сегодня, сами видите, тихо. Сегодня ничего не скажешь.